Кто же победит? Лока-машина или тачка Макс? Ребята, всем привет! Вы на канале Никита Товый Гэмс. У нас сегодня сравнение. Вы в комментах просили сравнить именно платные тачки Макса и Лока-машину. Первая платная тачка это Лока-машина, как вы помните. Давненько мы ее с вами покупали, а недавно появилась тачка Макс. Давайте посмотрим в коллекции хищных тачек, насколько эти тачки между собой схожи. Ну мы смотрим, в принципе, Макс сильнее. У Макса немного слабее броня, а так, в принципе, тачки, я бы сказал, одинаковые. Давайте посмотрим, кто кого победит в коллекции. 50 на 49,8. Ну, в принципе, тачки одинаковые. Так что, ребята, давайте по традиции берем какой-то уровень и на первом этапе собираем рубины. Первая у нас тачка Лока-машина. Будем не спеша ехать и собирать все вот эти вот кристаллы. Ну, это так себе, конечно, сравнение, потому что здесь, по сути, от наших тачек мало что зависит. Но, возможно, размер тачки влияет. Мы именно считаем, сколько мы соберем. Сколько соберем этих кристаллов, а не сколько нам дадут за сбитые какие-то другие тачки. Поэтому давайте не спеша будем ехать Лока-машиной. Ну, может быть, Лока-машина повыше, поэтому эта сила, которой магниты действуют, возможно, нам удастся побольше рубинов или кристаллов сейчас собрать. Ну, а дальше мы протестим Лока-машину и Макса, кто из них быстрее на время, кто быстрее пройдет уровень и кто быстрее на время победит босса. Так что у нас такой первый уровень. Это мы просто пока разогреемся. Постараюсь более-менее аккуратно ехать. Но на Максе, наверное, будет здесь сложнее. Все-таки Макс более такая турбированная, быстрая тачка. Может быть, она немного заниженная, поэтому какие-то, наверное, рубины будем проезжать мимо. Ну, а Блока-машина такая не спеша, потихонечку тачка катится. Смотрите, все нормально мы проходим. Мне тачка, в принципе, это нравится. Раньше даже я и часто играл. Смотрите, без проблем все проезжаем. Все ямки перепрыгиваем. Нас уже показывает 1221 рубин. Не знаю, сколько там будет... Сколько из них собрано? Сейчас мы в конце посмотрим. Так, все, проехали. Запоминаем, короче, сколько у нас здесь... Именно сколько мы собрали? Собрали, собрали мы. Так, 1057. Окей, берем тогда Макса. Берем тачку Макс. И попробуем сейчас все сделать то же самое. Но только больше. Нам надо больше, чем 1057 собрать. Но Макса мне лучше нравится играть. Тачечка в плане управляемости просто огонь. Турбо классно включается. Возможно, она не такая высокая. Может быть, какие-то мы рубины пропускаем. Да нет, вроде не пропускаем. Ну или вот как сейчас. Я немного пропустил и еще там внизу пропустил. Да, просто включаешь турбо, тачка как-то начинает ускоряться. Я уже понимаю, что мы какие-то эти кристаллы пропускаем. И вот здесь, смотрите, пропустил парочку. По-моему, ему лока-машина чище. Удавалось чище проходить. Поэтому я уже подозреваю, что в этом плане мы будем хуже, чем лока-машина. Но посмотрим. Может, мы тоже там в конце что-то лока-машины пропускали. За сбитых мы не считаем. Сколько нам дадут рубинов. А так, в принципе, нормально. Потихоньку все проезжаем. Никто нам никаких проблем не доставляет. Брони у обоих тачек хватает. За это вообще не паришься. Сейчас только волнуешься, чтобы все собирать. Нет, вроде бы в конце. В конце, я смотрю, мы здесь все чисто собираем. Даже вот эти, смотрите, все рубинчики собрали. Итого, сколько у нас получается? Там у нас было 1057 у лока-машины. У Макса. У Макса, ребята, у нас получается 940. Макс здесь проигрывает. Лока-машина немного лучше. Ну ладно, идем дальше. Второй этап на скорость. На время давайте этот же уровень пройдем этими тачками. Включаем только турбо. Ну что, первая у нас лока-машина. Три, два, один. Погнали, секундомер пошел. Так, у нас здесь такой подъемчик. Включаю турбинку. Полетели. Делаю флип еще. И опять подключаю турбо. Нет, врезались в мост. Камон, врезались в мост. Давайте здесь попробую турбочку еще раз подключить, разогнаться. Еще турбо. Делаю флип еще одну. Нет, ну я чувствую, что так себе как-то, знаете, турбина особо... Особо нас никуда не тянет вверх. Никуда не поднимает, поэтому... Ой, еще мы и запнулись. На месте остались. Ё-моё. Нет, ну тут однозначно, я уверен, что на максе мы по-любому пролетим, проедем все моментально. Давайте еще сделаем флип. Да, ё-моё, мы доедем когда-нибудь до финиша или нет? И, ну сколько? 47 секунд. Нет, ну это как-то плохо. Очень плохой результат. Давайте берем Макса. Я знаю, что на максе будет получше. Так, приготовились. Поехали, ребята. Включаю, сразу включаю турбинку. И... Ну я уже вижу, что мы выше, намного выше поднялись. Делаем флип. Включаю турбо. Берем... Отлично, берем еще одну. Берем еще одну. Делаем флип. Включаем турбо. Поехали. Не, ну однозначно, однозначно, ребята, быстрее. 25 секунд. Ну что, идем дальше. Последнее испытание. Нам нужно взять уже локомашину. И на время вынести какого-нибудь босса. Давайте возьмем босса. Ну как всегда по традиции, капитан ведро. Бомбочки не сбрасываем. Только за счет наших... Ведь у нас здесь какие-то ножи стоят. За счет наших ножиков. Останавливаем капитана ведро. И на время посмотрим, кто быстрее... Кто быстрее вынесет... Вынесет босса. Ну я знаю, что эти тачки в принципе нормальные по урону. У них по-моему там пятерочка отличается. Так что... Будет, я думаю, одинаковое время. Ну-ка. 23-24... 24-25 секунд. Где-то 24-25 секунд. То есть Макс, по идее, сейчас должен за это же самое время уложиться. Посмотрим, успеет или нет. Взяли Макс. Капитан ведро. Погнали. Нам нужно за 25 секунд уложиться. Ну мне кажется... Кажется, мы должны... Должны это сделать быстрее все-таки. У Макса немножко, по идее, больше урон. Так. Давай. 13 секунд. Ну видите, мы его просто отпускаем немного подальше. А там как-то мы сразу его кусали локомашиной. Ну 19-20... 22... 24... 25... Ну в принципе, в принципе, ребята, одинаковый результат. Так что, по сути, по прошедству всех испытаний, тачки-то одинаковые. Ну чисто, что турбинка все-таки у Макса лучше. На этом все. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok